Вспомнил или нет? Сегодня в Барнауле пройдет второе слушание по делу лихача Александра Руденко, который ранее свою вину не признал. Крепитесь, люди! Скоро стало известно, когда в краевой столице будут отключать горячую воду. Аншлаг в торговом центре. Сотни горожан насладились выступлением Бориса Гребенщикова бесплатно. Руденко ранил легковушку, где находились пять человек. Трое погибли, еще двое получили серьезные травмы. На прошлой неделе прошло первое заседание. По уголовному делу Руденко вел себя странно. Вины своей не признал, а на все вопросы отвечал, что ничего не помнит. Сегодня второе слушание. Если вина бизнесмена будет доказана, ему грозит до девяти лет лишения свободы. Подробности расскажем в вечернем выпуске новостей. А пока продолжим. Стало известно, когда в Барнауле отключат горячую воду. Специалисты сибирской генерирующей компании 13 мая начнут гидравлические испытания сетей на прочность. Под опрессовку попадут магистральные и внутриквартальные трубопроводы отопления и горячего водоснабжения. Чтобы устранить все выявленные повреждения, коммунальщикам вновь придется отключать горячую воду. Первыми временное неудобство испытают потребители по контуру ТЭЦ-3. Воду отключат с 23 мая по 5 июня. Далее энергетики возьмутся за ТЭЦ-2. Там ремонтировать выявленные повреждения будут в период с 27 июня по 10 июля. Так что готовьтесь, люди. Скоро вновь понадобятся тазики и водонагреватели. А вот как проходит подготовка к паводку, будут обсуждать сегодня в Белокурихе. Там пройдет совещание федерального уровня. Участие в нем примет полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло и руководитель регионов Западной Сибири. Там сегодня работает и наша съемочная группа. Подробности в ближайших выпусках. Участие в совещании примет и губернатор края Виктор Томенко. А накануне он присутствовал на открытии нового медицинского симуляционного центра для обучения врачей. Центр открыли в Барнауле на базе городской больницы номер 5. Там разместили оборудование, которое позволит практикующим врачам, ординаторам, студентам совершенствовать свои навыки в области хирургии. На приобретение оборудования Алтайский медуниверситет выделил порядка 10 миллионов рублей. Кстати, наличие симуляционных классов – это современное требование к образовательным медучреждениям. Это позволит нашим врачам здесь на месте проходить дополнительную подготовку для того, чтобы потом получать соответствующие аккредитации. Позволит им сэкономить время, во-первых, не ездить в другие регионы, как это было раньше. Ну и, конечно, я убежден, что и качество подготовки, дополнительной подготовки здесь будет у нас расти. Это уже второй симуляционный центр медуниверситета, который открыт на базе практического здравоохранения. Первый появился в 2017 году. В ближайшее время планируется открытие еще по меньшей мере четырех по разным направлениям – от кардиологии до протезирования. Открыт для всех желающих. Это я уже о небольшом концерте, который состоялся в одном из торговых центров Барнаула. Сотни горожан собрались посмотреть на аквариум во главе с Борисом Гребенщиковым. Много лет назад ты ничего не восстану. Я увидел тебя и подумал, как редко встречаешь своих. 65-летний Борис Гребенщиков на это выступление привез группу в полном составе. Коллектив исполнил несколько уже известных песен, а также новую композицию «Изумрудные дни», которая для барнаульских зрителей вживую пока не исполнялась. Закрывало небольшое выступление знаменитая «Ну-ка, мечи, стакан на стол». Такие бесплатные исполнения песен – частая практика для группы «Аквариум». Сегодня коллектив играет полный концерт в ДК «Моторостроителей». И сегодня же день театра. По-своему причастными к этому событию чувствуют себя и участники театрального проекта журнала «Автограф. Большая сцена». Репетиция юбилейного пятого сезона в разгаре. За тем, как продвигается творческий процесс, одной из театральных групп наблюдал Андрей Дреер. «Маргарита!» Они – любители. Это можно сказать и об уровне актерской игры, и об отношении к театру. Театр для меня все. Я очень люблю быть зрителем в театре, а побыть внутри театра, изнутри узнать все это, это гораздо интереснее. На самом деле попасть на проект для меня была уже давняя мечта. Я внимательно следила за предыдущими сезонами и посчитала просто необходимым поучаствовать в таком символическом и знаковом пятом юбилейном сезоне. Кто-то из них хочет разнообразить жизнь, кто-то считает, что актерские навыки могут помочь в работе, а кто-то перенимает театральный опыт для настоящего проекта. Например, инвестор Андрей Загарин решил снять, как он говорит, почти водовильный фильм о себе и друзьях. Здесь учатся работать с актерами, игре и организации самого процесса. Самое удивительное, что в моей компании двое хлопцев такие, о, ты что записался? Я говорю, да, а что нас не позвал? И они тоже записались. Ну, они в других спектаклях у других режиссеров. Прикольно. Их можно мять, как пластилин. Так принято говорить о профессиональных актерах. С любителями же иначе. Материал режиссер подбирает под них, чтобы сыграть смогли. На этот раз филейтоны Аркадия Оверченко. Прием игры, который мы заявляем, это такой, как бы, ну, условно плохой театр, в который охота поиграть. И вот игровой такой момент, когда люди только начинают с подмозгами сталкиваться. Они еще не то, чтобы многое могут, но очень хотят. Премьера этого спектакля состоится 18 апреля на сцене ДК города. Часть вырученных от продажи билетов средств пойдет на благотворительность. Андрей Дриер, Николай Шилко. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза компании «Эвалар». Замените свой обычный чай на чай «Эвалар Био» из целебных трав Алтая. В чаях «Эвалар Био» вся природная сила Алтая для вашего здоровья. Спрашивайте в аптеках. А я напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи. Продолжение следует...